МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня выпуски. С визитом в Карагандинской области побывал председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Атамикен Тимур Кулебаев. В рамках данного визита состоялось заседание Регионального совета палаты предпринимателей с участием Акима области Ирлана Кушанова. Разрабатывать и продвигать продукцию высоких технологий можно и в Караганде. Финансово-техническая компания ВУПЭ проводит бесплатные бизнес-встречи для молодых бизнесменов и стартаперов. В спорткомплексе Жастар завершились районные отборочные соревнования областной спартакяды госслужащих. В числе лидеров чиновники Караганды и Цимиртау. С визитом в Карагандинской области побывал председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Атамикен Тимур Кулебаев. В рамках данного визита состоялось заседание Регионального совета палаты предпринимателей с участием Акима области Ирлана Кушанова. В ходе мероприятия говорилось о результатах работы Национальной палаты за 2017 год, проведенных реформах и новом налоговом кодексе. На встрече с представителями бизнес-сообщества председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Тимур Кулебаев отметил, что в настоящее время акцент в работе палаты Атамикен ставится на финансирование, а точнее его доступность. Тимур Кулебаев выразил уверенность в том, что данный шаг позволит поддержать отечественных производителей. Сейчас этап начался такой, что люди сейчас больше стоят в вопросе о доступности финансов. То есть люди хотят, предприниматели хотят проводить модернизацию, хотят открывать новые рабочие места. И конечно мы эту работу будем поддерживать. Сейчас поручение главы государства есть, правительство, центральный банк. Мы как Атамикен делаем предложение для того, чтобы повысить доступность финансовых ресурсов для различных слоев предпринимательства, начиная от индивидуальных и малых предприятий до крупных предприятий, которые требуют крупных инвестиций для обновления производства. В свою очередь глава региона Ерлан Кушанов рассказал о работе консультативно-совещательного органа при областном Акимате, который занимается проблемными вопросами предпринимателей. Акимобласти также подчеркнул, что в текущем году планируется расширить поддержку массового предпринимательства. Это подразумевает выделение 6 миллиардов тенге на кредитование и поддержку более тысячи новых бизнес-проектов. В результате в области на микрокредитование впервые будет направлено около 6 миллиардов тенге. Будет поддержано около полутора тысяч новых бизнес-проектов, то есть в два раза больше, чем в прошлом году. Это значит, что еще больше участников программы Бастау смогут начать свой бизнес, а это около двух тысяч будущих предпринимателей. Одной из важных составляющих развития бизнеса является обучение основам предпринимательства. В связи с этим Национальной палатой предпринимателей успешно реализуется проект Бастау. Одним из прорывных проектов прошлого года является проект Бастау. В прошлом году 15 тысяч человек обучились, более трех тысяч человек получили финансирование, защитили свои бизнес-планы. Это таким образом они обеспечили работу не только себя, но и своих родственников, своих односельчан. В этом году продолжится эта практика. Глава государства поддержал, чтобы профинансировать данный проект. Выделено около 20 миллиардов тенге. В этом году планируется обучить уже 30 тысяч человек. Необходимо подчеркнуть, что палатой предпринимателей совместно с Акиматом в регионе создана комиссия для выработки предложений по вопросам поддержки отечественных товаропроизводителей. В рамках работы комиссии разработан алгоритм действий, который позволит вывести предпринимательство в регионе на новый уровень. Токжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Финцех-компания Vupay и Google Enterprise проводят в Караганде бесплатную бизнес-встречу для молодых бизнесменов и стартаперов. Основная цель – объединить, вдохновить, научить и показать карагандинским предпринимателям, как построить бизнес в родном регионе. Разрабатывать и внедрять новые проекты в сфере высоких технологий можно и в Караганде, заявляют организаторы специального проекта «Стартап Гринд Караганда» – компания Vupay. Это цикл интервью с карагандинскими предпринимателями, которые успешно ведут бизнес, связанный с IT-технологиями. Кстати сказать, сама платежная компания Vupay, располагаясь в Караганде, работает с крупнейшими банками. В городе есть активность, есть именно IT-специалисты, IT-компании, что они успешны не только в Караганде, но и во всем Казахстане, и за границей. Самая главная задача, чтобы ребята, молодежь, школьники, студенты и молодые специалисты не пытались рваться куда-нибудь в Алмату или в Астану, или куда-то наоборот дальше из Казахстана, чтобы они хотели развивать свой город и видели, что здесь есть крупные компании, в которых работают 50 и более людей, которые конкурентоспособны. Спикеры первой встречи – основатели хостинговой компании «Хостер Кейзет» Денис Сукачев и Виктория Бандельман. Они на живом примере рассказали, как создавался и развивался «Хостер», как справлялись с нехваткой кадров и другими проблемами. «Хостер Кейзет» Денис Сукачев и Виктория Бандельман 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 В этом году мы инициировали и уже внедрили программу «Безопасность труда». Активно участвуем в внесении изменений в законодательстве по защите прав именно человека труда. В День профсоюзов Республики Казахстан в городском сквере за кинотеатром Ленина состоялось открытие аллеи «Человека труда» и детской игровой площадки. Это подарок от территориальных структур отраслевых профсоюзов области жителям Караганды. Грамоты активным членам профсоюзов вручал заместитель председателя Федерации профсоюзов Мухтар Теникеев. Торжественное мероприятие прошло с участием детских творческих коллективов и талантливых исполнителей города. В честь праздников небо запустили 113 голубей, символизирующих 113 лет со дня создания первого профсоюза на Карагандинской земле. Токжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В мечети Аль-Машани прошла церемония награждения участников программы КУМ-ЛЬДЖАС-2018. Более сотни детей получили сертификаты и благословения главного имама. Духовного управления мусульман Казахстана по Карагандинской области. В течение месяца юноши и девочек обучали арабской грамоте и сурам Корана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 13-летняя Айяулам Ахамбек получила заветный сертификат. В течение месяца она проходила обучение по программе КУМ-ЛЬДЖАС-2018. Айяулам проводят в мечети Аль-Машани уже четвертые летние каникулы. Целый месяц Айяулам и еще 44 девочки учили арабскую грамоту, Коран и слушали суры и священные книги. Я принимаю участие в данной программе уже 3-4 года. За это время я научилась читать Коран, выучила суры. После полученных уроков я заметила положительные изменения в моей жизни, обрела спокойствие. Я благодарна за эту возможность. Обучение детей Корану во время летних каникул стало традицией. Инициативы Духовного управления мусульман Казахстана поддержали и родители, и дети. В текущем году по программе КУМ-ЛЬДЖАС обучение прошли 78 юношей и 45 девочек. По словам организаторов, с каждым годом растет интерес детей к религии, что не может их не радовать. В преддверии священной ночи предопределения мы награждаем детей, которые посещали мечеть в течение месяца. Мы считаем, что приобщение детей к религии – это наш вклад в завтрашний день. Уважение к старшим, верность друзьям, благие намерения и мотивы – это то, что мы стараемся привить каждому ребенку, который переступает порог нашей мечети. В торжественной обстановке сертификаты и подарки участникам программы КУМ-ЛЬДЖАС-2018 вручил уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Карагандинской области в Мирзах-Ажабих-Хожа. На торжественном мероприятии наградили спонсоров мечети. Необходимо выделить, что на этом обучение подрастающего поколения арабской грамоте и сурам священной книги не закончится. После завершения месяца Рамадан при мечети Аль-Машани стартует курс для тех, кто желает выучить Коран. Тухжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. В нынешнем году праздник приходится на 17 июня. На протяжении многих лет лучшие работники здравоохранения Карагандинского региона удостаиваются премии Акима области. Среди кандидатов – хирург областной клинической больницы Алексей Юрьевич Соболевский. Алексей Юрьевич Соболевский – один из ведущих хирургов и ведущий проктолог областной клинической больницы. Учился в Карагандинском государственном медицинском университете. В 2012 году закончил ординатуру по специальности общая хирургия. Затем специализировался в качестве колопроктолога. В апреле 2016 года в областной клинической больнице было открыто отделение дневного стационара во главе с Алексеем Соболевским. И коллеги, и пациенты высоко оценивают профессиональные качества доктора Соболевского. А среди личных выделяется скромность. Алексей Юрьевич с удовольствием рассказывает больше о своем отделении, чем о себе. На данном стационаре у нас госпитализируются такие больные, как грыжи любой геологии. То есть баховые, пупочные, белые линии живота, мы здесь и как и ребенок. Также полинку, эндоскопическое полинку, то есть юлка, кишечника, и же урологические полинку. Хороший, внимательный врач. Именно так об Алексее Соболевском говорят пациенты. В большинстве своем это люди старшего возраста. Среди них карагандинка Ольга Владимировна Фастеридий. Состояние улучшилось. Большое спасибо докторам. В частности, Алексею Юрьевичу нашему, медсестре Камиле. Всем, кто за мной смотрит, ухаживает. Делают качественную, быстрые иные. Коллеги характеризуют Алексея Соболевского как целеустремленного, дисциплинированного, коммуникабельного человека. Они всегда прислушиваются к его авторитетному мнению. Именно поэтому ему доверено обучение молодых врачей. Алексей Юрьевич – это очень чуткий, отзывчивый человек. Он наш наставник не только в плане хирургии, в плане жизни. Под его крылом мы освоили много хирургических манипуляций. Потихонечку осваиваем хирургию. В плане наставничества он нам дает по максимуму. Алексей Соболевский – яркий пример нового поколения врачей. Уникальные знания, умелые руки, быстрая реакция и творческий подход – вот далеко не полный список качеств, которым наделен наш герой. Вкупе с современным медицинским оборудованием это дает большие возможности для спасения многих жизней. Андрей Теншал, Карл Тымбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Вооруженные силы Казахстана приведены в боевую готовность. С 4 по 8 июня в войсковых частях проходили тактико-строевые занятия по вопросам боевой готовности войск. Главная цель – повышение слаженности работы органов управления войсками. Мотострелки войсковой части 31775 были подняты по тревоге. В казахстанской армии провели очередные занятия в рамках летнего периода обучения. Мероприятия боевой готовности проводятся по принципу «от простого к сложному». Перед военнослужащими стоит задача по повышению уровня боевой подготовки. На завершающем этапе будут проведены различные тактические учения. Все мероприятия проходят в условиях, максимально приближенном к боевой обстановке. Сегодня нашу войсковую часть привели в высшую степень боевой готовности. На данный момент лишь состав 1-го москового батальона производит снятие техники с кратковременного хранения. В дальнейшем, после снятия техники с кратковременного хранения, мы будем выдвигаться в район формирования ротных колонн, где командирам батальона будут поставлены учебно-боевые задачи для выполнения нашим подразделениям. В рамках мероприятия личный состав выполняет свои функциональные обязанности. Организуются внезапные подъемы по тревоге, работа группы контроля. Основная цель занятия – повышение слаженности работы органов управления войсками, а также совершенствование практических навыков личного состава в действиях при подъеме по тревоге. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В спорткомплексе «Жастар» завершились районные отборочные соревнования областной спартакиады госслужащих. Мероприятие было организовано с целью пропаганды здорового образа жизни и активных занятий спортом. В соревнованиях приняли участие 160 человек. Спартакиада государственных служащих стала традиционным событием. В этом году районные отборочные соревнования проводились 20-й раз. В восьми видах спорта соревновались работники акиматов и их структурных подразделений из Бухаржавского и Каркаролинского районов, а также Караганды и Тимиртау. Организаторы отмечают, что Спартакиада – не единственное мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни среди работников государственных органов. Отделом физической культуры и спорта два раза в неделю проводятся тренировки для госслужащих. У нас уже традиция сложилась и в Тимиртау, и в нашем городе. По средам, по воскресеньям, мы в воскресенье проводим тренировочные занятия по плаванию и мини-футболу, фоке в новом, фоке и мини-головке на генах. А здесь, по средам, здесь проходят тренировки именно в спортивном комплексе «Жеставка». В текущем году в отборочном туре приняли участие 160 человек. Многие из них, несмотря на плотный график, нашли время для подготовки. Думаю, наверное, из отборочного турнира мы выйдем. Как минимум, второе место, может быть, первое место. Посмотрим. Все в руках Всевышнего. Как проходил процесс подготовки? Процесс подготовки подходил, скажем, не идеально, но в две недели тренировались, день-два, день-два, как бы и по волейболу, и по футболу. Думаю, хороший результат покажем. Два! Три! Среди участников соревнований есть и бывшие спортсмены. К примеру, заместитель Акима Тимиртау Даурен Есимханов неоднократно становился призером соревнований по самбо. Чиновник признается, ответственная работа не позволяет ему заниматься спортом столь же активно, как прежде. Однако отборочные соревнования показали, что Даурен Есимханов все еще в хорошей форме. Он поднял гири весом 24 килограмм 30 раз и занял первое место. Поскольку я являюсь госслужащим, считаю своим долгом участвовать в этой спартакеаде. Только что я занял первое место. Ранее занимался самбо. Мы поднимали штанги, гири. Поэтому меня привлекает тяжелая атлетика. В спартакеаде я участвую шестой раз. Были и победы, и поражения. По итогам соревнований команда Караганды заняла первое место по волейболу и плаванию. Лучшими в теннисе и гиревом спорте были признаны госслужащие из Тимиртау. Команда Каркаролинского района отличилась в мини-футболе и легкой атлетике. Представители Бухаржавского района показали лучший результат в армрестлинге и шахматах. Команды-победительницы по видам спорта примут участие в областной спартакеаде 23 июня. И в завершении выпуска компания Караганды-СУ распространила информацию о том, что 12 и 13 июня в Караганде будет проводиться плановая дезинфекция водопроводных сетей. Отключение водоснабжения производиться не будет. Вода будет подаваться с повышенной дозой хлора. Горожанам рекомендуют иметь двухсуточный запас воды. Также дезинфекция 13 и 14 июня будет проводиться в поселке Актаз. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансово Уолстер. Редактор субтитров А.Семкин